Добрый вечер! Это первый выпуск программы «Что случилось?». Я Вячеслав Голубев. И да, нас теперь можно смотреть даже онлайн на сайте tvk6.ru. Необходимо нажать красную кнопку «Смотреть онлайн» и всё, больше ничего делать не нужно. Кроме того, если вы что-то пропустили, не стоит сильно расстраиваться. Все наши выпуски можно найти в группе программы «Что случилось?» во ВКонтакте. Но далее о том, что вы увидите сегодня в выпуске. В декабре этого года сразу на нескольких центральных улицах появятся платные парковки. Где можно будет приютить своего железного коня? И сколько это будет стоить, расскажу чуть позже. Зачем шкаф, если есть холодильник? Думаете, я сошла с ума? А нет, но об этом я вам расскажу чуть позже. Начнём с новости, которая волнует всех, кто паркуется в центре. Городские власти наконец-то определили места платных стоянок и их стоимость. Итак, вот список улиц, где можно будет оставить машину за деньги. Это улица Карла Маркса, Ленина, Красной Армии, профсоюзов, Робиспера, Декабристов, Горького, Революции, Обороны, Дзержинского, Диктатуры Пролетариата, Кирова и Перенсона. И это далеко не весь список, а только его часть. Бесплатная стоянка останется только на нижнем ярусе набережной Несея. Контролировать время пребывания на парковке будут специальные датчики и камеры. К слову, уже объявлен тендер на нанесение разметки и установку необходимых знаков. Работы планируют закончить к 8 декабря. Ну а сколько будет оставить свою машину на такой стоянке, знает Ирина Ганихова. Захотите оставить своего железного коня на платной парковке, придётся раскошелиться. Стоить это удовольствие будет 50 рублей. Услуга не дешёвая, интересно, а что по этому поводу думают красноярцы? Парковочных мест будет больше, если да, то конечно. А так вот машину впихивать, ну где получается, оставляем. Давно пора поставить парковки. Привет. Вот, на самом деле, если будут нормальные цивилизованные парковки, может быть пробок станет поменьше. 50 рублей это нормальная цена. Главное, чтобы потом они не росли. Да нормально, наверное. Хоть будет что-то припарковаться где. Я сейчас приехал, проехал две улицы, чтобы найти где-то место припарковаться. Может будет платное, будет получше. А ценник вам как нравится? 50 рублей. Нормально. Есть, конечно, и поблажки. К примеру, если водитель остановился, чтобы высадить пассажира, или подождать кого-то, и на это у него ушло не более 15 минут, то доставать кошелёк ему не придётся. Я считаю, что это не очень так хорошо. Лучше бы сделали больше больших бесплатных парковок. Я слышу, что на 15 минут вроде бы будут разрешать, но это всё равно будет загружать. И не готовы у нас платить по 50 рублей, это точно. Если бы надо было, наверное, платил бы. Трудолюбие зашкаливает. В очередной раз в объективы мобильных телефонов попадают сотрудники дорожных служб. У этих граждан, как только в городе начинается дождь, почему-то появляется огромное желание поработать. Это видео загрузили в нашу группу во ВКонтакте телезрители. За мокрым занятием работников подловили на улице Ломоносова. Сколько времени трудяги пыхтели над укладкой асфальта, неизвестно. Зато нетрудно догадаться, сколько это дорожное полотно продержится. Классный асфальт получится, да? Так и надо уложить асфальт. Учитесь, люди. Ну а если вы сняли что-то подобное, или знаете то, чего не знаем мы, то сразу же сообщайте об этом нам. Свои видео и фотоматериалы загружайте к нам в группу во ВКонтакте. Адрес сейчас на экране. Самое лучшее и интересное мы обязательно покажем в эфире программы «Что случилось». А авторов наградим крутыми подарками от перца. Кстати, о группе. Вчера гости программы «Что случилось» разыгрывали два пригласительных, вот таких пригласительных, на бойцовское шоу. Чтобы их получить, вам нужно было сделать себяшку на фоне боевой клетки до закрытия торгового центра. Но, по всей видимости, никто не успел этого сделать. Поэтому у вас еще есть шанс забрать эти билеты. Теперь клетка находится в выставочном центре Сибири, готова к вашим селфи. Фото идите и выкладывайте к нам в группу во ВКонтакте. Завтра мы подведем итоги. Шоу, к слову, тоже завтра в 20.00. Так что поторопитесь. О чем думают те, кто едет на красный? И зачем, по их мнению, вообще нужны тогда светофоры? Далее посмотрим проект «Дорожные войны» из Красноярска. Шахтера Березина. Водитель внедорожника вылетел на перекресток, когда уже горел красный сигнал светофора. Не мудрено, что в этот момент автолюбитель, который ждал зеленый на улице Березина, глядя на светорегулировщик, решил, что уже можно ехать. И даже не посмотрел налево. За это пришлось поплатиться передней частью своего авто. Да и внедорожнику, выскочившему на перекресток, досталось не меньше. В центральный район Красноярска автолюбительной иномарки ехал по Перенсона в сторону улицы Марковского и, по всей видимости, умышленно проигнорировал запрещающие движения прямо сигнал светофора. Естественно, что для водителя, который двигался по Лебедевой, это оказалось большой неожиданностью. Конец августа этого года. Действие происходит где-то в Башкирии. Автолюбитель выезжает из своего гаража. На улице идет дождь и дует сильный ветер. Вывернув на дорогу, перед ним предстала ужасная картина. Сильным ветром с домов начинает срывать крыши, а перед машиной проносится туча обломков. Вывороченные ветром столбы, доски и куски земли. Порывом машину разворачивает и буквально на глазах ураган сносит гараж автовладельца. В этот день в Башкирии пронесся настоящий смерч, оставив после себя большие разрушения. Все на уборку. Молодежный центр «Зеркало» приглашает всех неравнодушных и активных красноярцев на субботник. Правда, называют они его спортивно-экологической игрой. Убираться придется на столбах. Правила предельно просты. Нужно собрать как можно больше мусора на определенной территории. Участникам выдают карту с таблицей, куда вносятся результаты. Победителей, кроме свежего воздуха, ждут призы и подарки. Регистрация началась и продлится до 18 сентября. 20 сентября у нас пройдет акция. Помимо того, что мы будем собирать сам мусор, мы еще организуем различные экологические посты, где можно будет любому желающему, не только те, кто, например, заявился в команды. У нас вообще команды принимают участие по пять человек. Любой желающий может взять мешочек, может получить банданку памятную или значок какой-то и пройтись по заповеднику, поднимаясь вверх, собирать какой-то мусор, который увидит на своем пути. Зачем шкаф, когда есть кое-что получше? На Дубровинского место шкафа для букроссинга поставили разноцветный холодильник. Только теперь в нем будут храниться не продукты питания, а самые настоящие книги. Причиной такой резкой и кардинальной смены стали дожди. Яркий продуктохранитель разместил на своих полках более сотни книг, которыми сможет воспользоваться любой желающий. Напомним, библиотека на свежем воздухе будет работать до 30 сентября. Приходите и читайте. Ну и по традиции мы подготовили для вас подарок. Это сертификат на доставку суши и роллов от суши сами на сумму 250 рублей. Если хотите сегодня поужинать по-японски прямо сейчас, фотайте себя в спортивном стиле и выкладывайте эти фотографии к нам в группу во Вконтакте. Вот, например, такой пример. Самый оригинальный и интересный, на наш взгляд, снимок мы определим через час в 19.30 и его автору вручим этот сертификат. А еще в 19.30 у нас будут гости. А какие именно, тогда и узнаете. До встречи через час. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»